Издательство Like Book. Рэйчел Кейн, Чернила и Кость. Посвящается Кэрри Райан и Ками Гарсия. Эта книга для вас, друзья мои. Благодарности. Хочу поблагодарить моих самых первых читателей, особенно Кэрри и Сару, которые заставили меня исследовать каждый уголок мира Джесса. Также благодарю своих читателей, которые терпеливо ждали, пока я соберу все идеи в одну большую и превращу ее в слова. И самое главное, спасибо всем, кто каждый день работает над тем, чтобы эти слова оказались в руках тех, кто жаждет их прочесть — библиотекарей, учителей, продавцов книг и писателей. Вы не просто делаете этот мир лучше, вы создаете этот мир. Записки. Текст исторического письма, оригинал которого хранится под стеклом Великой библиотеки Александрии и входит в ее основную коллекцию. От писца фараона Птолемея II и его превосходнейшему слуге Калимаху, архивариусу Великой библиотеки, на третий год его славного правления. Великий царь Птолемей, свет Египта, приняло внимание ваш совет сделать копии наиболее важных произведений библиотеки, которые будут размещены в дочерних библиотеках, в дальнейшем именуемых серапиомами, для доступа каждому и просвещения всех людей. Фараон, который в своей божественной мудрости широк и всеобъемлющ, как река Нил, соглашается с вашим разумным предложением. По этой же причине вам надлежит изучить содержимое Великой библиотеки и составить перечень всех произведений в ней хранящихся. Он впоследствии будет служить отчетом об этом великом хранилище знаний о мире. Затем вам надлежит проконсультироваться с редактором библиотеки, чтобы сделать точные копии работ, подходящих для использования в серапиомах, не забывая о необходимости предоставлять для общего пользования те произведения, которые облагораживают и просвещают людей. Таким образом, мы будем и дальше хранить знания, которые мы собрали и которым доверяем с древних времен, чтобы они дошли до будущих поколений. Фараон также слышал ваши слова о допуске женщин без сопровождения в священное пространство серапиомов. И его божественная мудрость отвергает это предложение, поскольку более развитые умы мужчин должны наставлять женщин, чтобы те не толковали богатство, что предлагает библиотека ошибочно. Ибо извращение знания хуже, чем его недостаток. Фараон и боги даруют вечную милость и защиту вашей великой работе. Дополнение, сделанное рукой Калимаха. Его божественная мудрость может поцеловать мою заурядную задницу. Мы ослепляем и уродуем половину мира таким невежеством, и я этого не допущу. «Женщины должны иметь право учиться в серапиоме, если им хочется. Пусть казнит меня, если пожелает. Но я насмотрелся в этом мире на таланты, растраченные впустую. У меня есть дочь, и моя дочь будет учиться». Пролог. Шесть лет назад. «Стой смирно, не сопротивляйся», — сказал отец Джессу и дал ему оплеуху настолько сильную, что на щеке остался красный след. Джесс тут же замер. Он не хотел ерзать, но сумка, привязанная ремнями к его голой груди, была горячей и казалась опасной, будто дикое животное, которое может в любой момент вонзить в него клыки. Джесс поднял глаза на отца, который затягивал потуже ремни на груди сына. Когда ремни сдавили Джесса настолько, что он почти задыхался, отец бросил ему старую грязную майку. Джесс делал это не в первый раз. Так что, хотя все казалось ему до сих пор пугающим, но уже не странным. И у него было предчувствие, что сегодняшний забег будет иным. Почему? Джесс пока не мог ответить на этот вопрос. И отец сегодня и выглядел напряженнее, чем обычно. Поэтому Джесс неуверенно спросил. «Па, мне следует что-то знать?» «Не имеет никакого чертова значения, что ты знаешь. Потеряешь эту книгу, и если она окажется в руках полиции, тебя повесят. Если повезет. Если я до тебя не доберусь первым. Дорогу ты знаешь. Беги быстро и ловко. И лучше тебе помереть, чем отдать книгу кому-либо другому, а не тому, кто за нее заплатил». Каллум Брайтвелл окинул своего худощавого сына придирчивым взглядом, затем вытащил из сундука рубаху и натянул ее на Джесса поверх майки. На рубахе была всего одна пуговица. Джесс ее застегнул. Рубаха была ему великовата и болталась на груди, но в этом и был смысл. Так не видно ремни и пряжки. Каллум Брайтвелл кивнул и сделал шаг назад. Он был низкорослым из-за плохого питания в юности, однако на нем был изысканный костюм. Ярко-желтый шелковый жилет и новенькие хлопковые брюки. «Сойдешь за местного», — сказал он Джессу. «И не забывай держаться поближе к гонцам, не уходя от них далеко в одиночку, если только полиция не устроит засаду. Но даже в таком случае придерживайся оговоренного маршрута». Джесс кивнул, давая отцу понять, что все понял. Он хорошо знал дорогу. На самом-то деле он знал все дороги и все до единого маршруты, по которым перемещалась его семья, чтобы обогнать своих соперников в огромном городе Лондон. Джесс тренировался с тех пор, как научился ходить, держась рукой за своего отца, а потом бегая за своим старшим братом Лиамом. Только теперь Лиам мертв. Ему было семнадцать, когда его поймала лондонская полиция и арестовала за то, что он доставлял книги. Семья не пришла, чтобы подтвердить его личность. Лиам следовал семейному кодексу до конца. Он ничего не рассказал полиции. И в качестве награды за его верность Лондон бросил его в безымянную яму вместе с остальными неопознанными преступниками. Лиаму было семнадцать, а Джессу теперь десять, и он понятия не имеет, как ему стать такой же легендой, как его брат. Пап. Разумеется, он рисковал получить новую оплеуху, или еще что похуже. Однако он сделал глубокий вдох и сказал. «Сегодня не лучший день для доставки посылок. Ты сам так говорил. Полиция все патрулирует. Почему мы не можем подождать?» Колумб Райтвелл уставился в пространство над головой своего сына на стену склада. Этот склад был одним из тех тайных мест, где отец хранил редкие ценности, и, конечно же, самые серьезные из них книги. Настоящие, оригинальные произведения. Полки и стеллажи, заполненные старыми фолиантами со всех сторон. Колумб был богатым и умным человеком, а в этот самый момент, под ярким светом, льющимся из высокого узкого окна наверху, он выглядел вдвое старше своих лет. «Просто сделай, что тебе велено». «Я жду, что ты вернешься через два часа. Не опаздывай, иначе я достану палку». Отец внезапно нахмурился, помрачнев. «И если увидишь своего безответственного брата, передай ему, что я все еще жду его, и что он за все ответит. Он сегодня должен быть среди гонцов». Несмотря на то, что Джесс и Брэндон родились близнецами, схожими как две капли воды, характером они не могли бы быть более разными. Джесс был смелым, а Брэндон очень стеснительным. Брэндон держал эмоции в себе. Джесс же часто выходил из себя и был склонен решать проблемы с силой. Джесс был гонцом, а Брэндон — интриганом. И Джесс точно знал, где его брат сейчас. Он увидел Брэндона, прячущегося на втором ярусе подмостков, примыкавших к старой лестнице, что вела на крышу. Брэндон наблюдал за городом, что было его давней привычкой. Ему нравилось забираться высоко, подальше от папы, который предпочитал учить своих сыновей с применением силы. А также Брэндон любил, увиливать от работы доставщика всякий раз, когда это было возможно. «Если увижу, то передам», — сказал Джесс и уставился прямо на своего брата за окном. «Спускайся, гаденыш мелкий», — мысленно приказал он. В ответ Брэндон лишь юркнул наверх и исчез во тьме лестницы. Брат уже уяснил, что книгу сегодня будет доставлять Джесс, и, зная Брэндона, Джесс понимал, что его брат решил, что его собственная шкура куда важнее, чем возможность помочь Джессу и взять на себя роль подсадной утки.